Ванга Вернемся в начало 20 века, когда слава о Ванге распространилась по всему Советскому Союзу. За шесть месяцев до гибели Иосифа Сталина она принимала российского посла. Врата в мир иной, куда уйдет Сталин, будут открыты и для других властителей России. Также она назвала месяц и год его кончины – март 1953-го. И действительно, первого секретаря СССР не стало спустя полгода. Ничего не предвещало беды, ведь его самочувствие, по словам современников, было замечательным. После него началась свершаться и вторая часть ее фразы. За имя руководителя СССР боролись множество кандидатов, начиная от Берии и заканчивая Хрущевым. Последний займет свой пост лишь в сентябре, убрав всех своих конкурентов. А что там по современной России? Ванга еще в 70-х предсказала того, кто станет президентом новой страны, которая останется после развала СССР. Совсем нежданный человек придет. Ни лебедем, ни зюгановым будет. Спустя год после фразы болгарская провидица дополнит. Как лед холодный все потает, лишь одно будущее не тронет. Владимирову славу, славу русскую, ничто на ее пути не устоит, а страна властвовать над миром будет. Надеюсь, объяснять значение этой цитаты не нужно, ведь все давно знают имя президента России. Самое шокирующее предсказание было в 1980-м. Тогда прорицательница увидела катастрофу с подлодкой Курск. Правда, в ее слова тогда мало кто поверил. А сказала Ванга буквально следующее. В конце века, в августе 1999-го или 2000-го года, Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать. Люди говорили, как же целый город может уйти под воду. То, что тогда казалось полнейшей нелепицей, спустя 20 лет вдруг обрело страшный смысл. Погибла атомная подводная лодка Курск, тезка города, который действительно, даже гипотетически никак не мог казаться под водой. О чем еще предупреждала Ванга? Она ясно видела приход темнокожего президента США к власти, поражение Гитлера во Второй мировой войне, трагедии Ганди и принцессы Дианы. При этом болгарская провидица видела и технологические происшествия. К концу 80-х из уст Ванги прозвучала странная просьба беречь сердце Сибири, иначе вода принесет беду. В 2009 году произошла авария на Саяно-Шушинской Гресс. Тогда Енисей, главная река СФО, затопил помещение станции и унес с собой более 70 жизней. Конечно, можно назвать это простым совпадением, но все-таки многие утверждают, что предсказания Ванги все же сбываются. Но не все. Однако, я думаю, вам было бы интересно узнать, как она видела 2022 год. Скажем сразу, хорошего будет мало. Согласно расшифровкам болгарских ученых, которые скрупулезно изучают каждое слово провидице, этот год получится напряженным. В нем дважды сойдутся пять двоек, так что ключевые события могут выпасть на 22 февраля и 22 декабря. Отношения с США усложнятся, вплоть до полного разрыва дипломатических отношений на фоне внешнеполитических разногласий. Восстановятся лишь пару лет спустя. Однако для этого обоим государствам предстоит приложить немало усилий. Пока к этому событию есть все предпосылки, учитывая напряженные отношения между странами и связи с событиями на границе России и Украины. В феврале возможно начало новой войны на Востоке. Причиной конфликта станет провокация одной из сторон. Ни к чему хорошему это не приведет. Будут гибнуть братские народы. Трактовать данный посыл можно по-разному. Или смотрите прошлое пророчество, или взгляните на ситуацию между хуситами и Объединенными Арабскими Эмиратами. Совсем недавно появилась информация, что агрессивно настроенные боевики готовы атаковать самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифу. В данный момент высказываний от радикально настроенных исламистов нет, однако кто знает, что принесет нам следующий месяц. Не обошла Ванга стороной и эпидемию. Она уже предсказывала появление коронавируса, однако в прогнозе на 2022 год есть положительная динамика. Нетрудно догадаться, что здесь идет речь об омикронштамме, который, по мнению ВОЗ, является самым противным видом коронавируса. Он легче передается от человека к человеку, однако, согласно открытой статистике, смертность от него ниже на целых 45%. Его симптомы схожи с обычным ОРВИ, с которым мы уже научились справляться. Согласно последним исследованиям, это будет последняя мутация COVID-19, после чего мир начнет постепенно возвращаться к нормальному ритму жизни. Болгарская провидица также предсказала и недостаток питьевой воды в мире. Звучит глупо, ведь на дворе уже 21 век. Правда, статистика говорит об обратном. По данным ООН, 4 из 10 жителей крупного индийского города Ченнайи страдают от недостатка пресной воды. Аналогичные ситуации и в Кейптауне, где в резервуарах осталось меньше 15% пригодных для употребления запасов. Также страдают Мехико, Каир, Джакарта и бразильский Сан-Пауло. В 2022 году, по пророчеству Ванги, эта ситуация только усугубится, ведь с каждым годом численность населения этих городов растет, а новых источников пресной воды не появляется. Продолжая тему недостатка воды, Ванга предвекла Индии настоящий голод. Он произойдет из-за аномальной жары, которая обрушится на страну летом этого года. Предпосылки к подобным буйствам природы были уже на протяжении нескольких лет. Средняя летняя температура в столице выросла на целых 5 градусов, что является абсолютным рекордом. Уже сейчас правительство должно задуматься, как справиться с этой бедой, иначе может быть слишком поздно. Ну и напоследок еще пара слов от Ванги про политическую ситуацию в России. Выдержало то, выдержит и это. Страна будет меняться, но останутся те же люди. Интерпретацию этого высказывания я оставлю на ваше усмотрение, ведь каждый может трактовать ее совершенно по-разному. Что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Ванга уникальная личность. Ее нет уже почти 30 лет, а ее предсказания обсуждаются до сих пор. Верить им или нет – дело каждого. Однако авария на Чернобыльской АЭС и убийство Кеннеди, предсказанное еще в 50-х, сбылось. Новый 2022 год будет трудным, однако, зная будущее, можно быть к этому готовым. И уже сейчас минимизировать последствия, которые были предсказаны болгарской провидицей. На этом все. С вами был ваш покорный слуга-профессор Гуглов. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и, конечно же, подписывайтесь на канал. До скорых встреч! Всем хорошего настроения! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok